Так, в этом видео я расскажу, как сделать вот такой скворечник. В конце видео будут чертежи, поэтому смотрите видео до конца. Вот такая крышечка у него снимается, передняя. Это скворечник из опилки бетона. Внизу площадь, например, 12 на 12 сантиметров. Вот так вот закрывается крышка. Вот такие подвесы. Вешается ли на стену дома или на дерево. Это для синячек. Диаметр отверстия 32 миллиметра. Так, вот хотел рассказать, как делается скворечник из опилки бетона. Вот такая вот внутренняя часть есть. Она здесь снизу поуже, вверху по шире, чтобы было выниматься. Здесь вот такая вот форма. Вот здесь так вот раскрывается. Все это смазывается подсолнечным маслом. Ну или каким, я не знаю, какой безопасный для птиц-то. То есть не машинным маслом. Машинным маслом-то как бы некрасиво природу-то загрязнять-то. Природу загрязнять-то. Вот такая вот она так раскрывается, формочка. Здесь такая. И здесь вот такая. Наложим раствор. Сейчас будем работать. И сейчас я вам покажу. Так, делаем раствор. И сейчас я вам покажу. Вот это вот такая! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Защитит скворечник от грунтовки для фасадных работ, как дома покрывают. Это защитит скворечник от дождя, покраска. Готово, сейчас нарезаем резьбу, вот ярко 3 миллиметра, плашка она называется, ярко это старое русское слово, по-современному это называется плашка. Так вот такая получилась у нас, ну чтобы заморочиться до конца, вот расскажу как сделать подвес, ну это если в большом тираже, надо чтобы он как бы более-менее симметричный был, на который скворечник будет вешаться, вот я такой тоже кондуктор сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, в принципе у нас все, скворечник практически готов, грунтовка высохла, сегодня мы его покрасим, а завтра будем полностью собирать. Красить будем фасадной краской, вот такая фасадная краска какая-то у меня оказалась. Так, коллеги, ну вот на следующий день после покраски все высохло, я конечно буду крашу обычно на два раза, ну для съемок я на один раз сделаю. Вот эти крутящиеся анкера я заменил на свеженькие, чистенькие, а те у меня монтажные, я их использую только когда бетонирую старые постоянно. Уже на готовые изделия ставлю свежие, новые анкера, вот они, новенькие анкера поставили мы, видите, чистенькие. Все, собираем, вот такие анкера, шайбы обязательно большие, вот я тут еще под шайбу еще резиновую прокладку или гровер надо делать, чтобы не откручивался, и вот такой вот у меня барашек, вот барашек. И закручиваем все, сейчас соберем скворечник, вот такой вот анкер у нас, анкера я в магазине покупаю, ну где всякие крепежные, крепежные эти, печендалы всякие. Вот так вот получилось, смотри, видите, все, вот здесь вот вставляем мы гвоздики затупленные, чтобы у нас передняя эта панель куда упиралась, вот вставляем панель, анкера поворачиваем, чик, так и подвес делаем, все, собран. Вот такой вот получился, вот здесь вот, смотрите, как устроено. Все крепко. Все, вешаем это дело на дерево или на дом. Продолжение следует... Продолжение следует...